Если школьник не хочет быть отличником, значит у него есть на это веские причины, говорят психологи. Возможно, у него так сформирована модель успешности. Для ребенка может быть важным быть первым в спорте, музыке, танцах, но не в учебе. Здесь важно родителям формировать именно эту категорию в статусе успешности ребенка, приводя примеры успешных людей, которые учились хорошо, разговаривать с ребенком о будущем, что после школы будут и другие учебные заведения, разговаривать о методах оценки, которые сейчас производятся, если это младшая школа, то это тест, который идет после четвертого класса. Еще одна причина нежелания учиться хорошо – это наличие в школе конфликтов с учителем или одноклассниками, о чем родителям ребенок не рассказывает. Иногда дело доходит до такого, что ребенку и в школу идти не хочется. Здесь родителю важно выяснить это, есть ли этот факт на самом деле, и учить правильно ребенка выстраивать отношения, учить способом эффективного взаимодействия с одноклассниками или учителем, а также учить эффективным способом разрешения конфликтов, если есть конфликтные ситуации. Также важно родителю быть в курсе тех событий, которые происходят в школе, потому что конфликты могут быть действительно очень сложными и влиять на эмоциональное состояние ребенка и на его мотивацию к обучению.